Девушки отдыхают 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 Поэтому необходимо определить конкретные виды впадин. Поэтому если у нас образуется впадина, вы должны себя спросить, восходящий ли это низ, превративший предыдущее сопротивление в новую поддержку. Или же мы даже отскакиваем гораздо выше предыдущего уровня сопротивления, как и в данном случае. Целью было 40 тысяч, по крайней мере, на вчера. Так что, возможно, падение биткоина остановилось. Может, это и был низ, и мы продолжим расти. Но если нет, тогда у нас есть мысли того, что может произойти, и что является частью анализа, о котором мы несколько недель назад говорили. В отношении расширяющегося восходящего клина. Так что, если 40к, что стало уверенной целью этого расширяющегося клина и впадины, нас не удержит, тогда следует ожидать полного ретеста этого уровня в 38 тысяч, перед тем, как мы увидим отскок, и продолжим забег вверха. Конечно же, нет никакой гарантии, что именно так все и произойдет, это всего лишь наиболее вероятный сценарий, основанный на учебниках и моем личном опыте. Но как мы узнаем, что ситуация стала действительно медвежьей? Что ж, если мы не удержим этот уровень 38 тысяч, эту трендовую линию... Что ж, в этом случае картина станет немного более разрушительной, а нам следует ожидать цены где-то в диапазоне 33 тысяч, или 33 500 в районе дна вот этой формации, этой зоны B. Это станет нашими ожидаемыми целями, если мы сломаем этот тренд, грубо 33 тысячи. Но в настоящий момент нет никакой причины ожидать достижения этой цели, пока мы с вами удерживаем уровень 38 тысяч. Это действительно бычья впадина, ведь мы сохраняем аптренд, в котором остаются восходящие верха и восходящие низы. Так что если мы с вами посмотрим на классический теханализ, используя здравый смысл и не ударяясь в эмоции, то это сценарий для покупки низов. И я также говорил на эту тему того, что есть большая проблема в том, что у людей в голове постоянно такая картина, когда цена идет вверх, ситуация начинает их сильно притягивать. Они начинают испытывать фому, и они хотят покупать. Типа, вау, все очень круто, я хочу купить. Но когда происходит падение, они переобуваются и говорят, о, он падает, я не хочу покупать. И это является той причиной, почему большинство людей не такие хорошие трейдеры, а их поведение противоинтуитивно. Ведь когда на восходящем тренде образуется красная свеча, тогда нужно покупать. А во время пампа покупать не нужно. По сути, вам нужно перевернуть ваши позывы. Аналогично тому, что говорил тот парень из клипа. Время покупать именно тогда, когда вы не хотите. Вот что он говорил. А время продавать тогда, когда вы не хотите. То есть во время трейдинга вам нужно как бы перевернуть ваши инстинкты. Но для этого, возможно, потребуются годы, чтобы с этим совладать. Вам нужно снова и снова пытаться для того, чтобы правильно настроить ваше мышление. И чтобы перевернуть ваши импульсы и инстинкты. Так что в любом случае, пока мы сохраняем уровень выше 38, у меня остаются все причины верить, что тренд на месте. И вероятно, мы пойдем выше вот отсюда, после того, как мы найдем поддержку. Вот здесь, на 40К, 38. Мы отскочим от этого уровня, после чего я буду ожидать продолжения движения к целям этого клина на уровне 52 тысяч. Или 618-48500. В общем, ребят, это все довольно понятно. Восходящие верха, низы, аптренд. А это низина аптренда. И в том случае, если вы испытывали фому на 42 тысяч, вот здесь, а теперь сидите и думаете о том, чтобы вам взять и продать, и не хотите покупать, то, вероятно, вам следует перевернуть ваш мысленный настрой. Именно это времена, когда вы начнете и можете начать накапливать, если хотите. Если у вас образуется фому, когда цены растут, и страх, когда цены идут вниз, то вы делаете все наоборот, и у вас не получится ничего. Так что покупайте низы, пока вы уверены, что мы с вами находимся в аптренде. Нефинансовый совет. Так что, да, у нас есть волатильность, она снова вернулась, это биткоин. А на территории биткоина это то, что мы называем понедельником. Это ничего, это абсолютно нормально. Мы значительно выше предыдущего нашего пробоя. Мы значительно выше предыдущей зоны, где мы сделали пробой. Эта структура по-прежнему выглядит великолепно. Так что, в любом случае, надеюсь, ребят, вам понравился этот выпуск, так что увидимся в следующем. И обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ведь я для вас очень стараюсь, а ребята из Crypto Commons просто красавцы. Так что, благодарите их вашим лайком и подпиской, они этого достойны. Субтитры подогнал «Симон»!